Три истории о любви и восхищении красотой. Вечер балетов Владимира Бурмистера начался с его знаменитой постановки Штраусиана. В 1941 году он поставил ее в Москве. Тогда после просмотра советские солдаты шли прямо на фронт. Сегодня во время пандемии Штраусиана тоже заряжают зрителей оптимизмом и верой в светлое будущее. Именно с нее и решили начать 20-й юбилейный фестиваль имени Аллы Шелест. Балетмейстер-постановщик, народная артистка СССР Маргарита Дроздова. Энергетика этого спектакля, она удивительная. Вот понимаете, вот сейчас мы вынуждены ходить в масках, да, сложная ситуация. А вот этот спектакль, который дает надежду на то, что все пройдет и все будет хорошо. Поэтому, дорогие зрители, мы вас ждем, приходите, получите удовольствие, обещаю. В первый день фестиваля зрителям представили необычное сочетание трех ярких эмоциональных одноактных балетов на любой вкус. Бодрая Штраусиана под музыку Иоганна Штрауса, романтичные вариации на музыку Жоржа Безе, премьеру которого бурмейстер представлял в Париже. Для страстных натур темпераментный балет «Балеро» музыка Мариса Равеля. Фестиваль посетила и дочь Владимира Бурмейстера, внучатая племянница Петра Чайковского, Наталья Бурмейстер. Ну, я счастлива, я счастлива глубоко, что произведения отца моего, бурмейстера Владимира Павловича, живут столько времени, его уже давно нет живых. А балеты живут, это о чем-то говорит. Это говорит о том, что это настоящее искусство. Я уверена, что человек Маргарита Сергеевна Дроздова работала ведь с отцом, и она как-то прониклась его сутью, его манерой работать с людьми, его главным смыслом, который он вкладывал в свои балеты. Это не просто танец под музыку, это танец самой музыки. 20-й фестиваль классического балета имени Аллы Шелест «Самарская шелестиана» проходит под фонограмму, потому что часть артистов оркестра сейчас находится на самоизоляции. Зрители наслаждаются искусством в масках, а зал заполнен наполовину. Это связано с мерами предосторожности. В прошлом году фестиваль посвятили юбилею легендарной советской примы-балерины Аллы Шелест. В этом зрители знакомят с искусством 19-го, 20-го веков. Это и новые премьеры, это премьеры прошлого сезона, как балет «Большинский фонтан». Это новые и еще неизвестные звезды из разных театров, больших, великих театров нашей страны. И это два изумительных галоконцерта, которые мы создали, посвященных истории русского балета и истории советского балета конкретно. Поэтому я надеюсь, что будет интересно и надеюсь, что это будет начало новой жизни. Фестиваль завершится 30 октября. Елена Малютина, Константин Головин. События. Продолжение следует... Продолжение следует...